Днем 20 марта 2023 года стало известно, что фронтмен и основатель группы «Крем-сода» Дмитрий Свергунов пропал без вести. Во время вечеринки, которая проходила в его коттедже, музыкант решил вместе с друзьями перейти по льду на другую сторону Волги. Когда компания возвращалась обратно, лед треснул, и музыкант ушел под воду. Несколько часов его искали спасатели. К сожалению, чуда не произошло. Тело Дмитрия было найдено под водой. Об этом рассказали представители экстренных служб Ярославской области. В 9 утра 21 марта 2023 года состоялось официальное опознание тела музыканта. Романа младшего брата Дмитрия и еще одного его друга продолжают искать. Они числятся пропавшими без вести. Молодые люди веселились, выкладывали в социальные сети фотографии и видео, а потом решили пойти прогуляться по льду Волги, ведь это было их давней традицией. Из-за теплой погоды лед сильно подтаял и стал очень тонким. Всего на реке было 10 человек, и пятеро из них упали в воду. Некоторым удалось выбраться самостоятельно. 11 марта 2023 года Дмитрию Свергунову исполнилось 35 лет. Друзья собрались на вечеринку по этому поводу. Никто не думал, что веселье закончится трагедией. Близкие Дмитрия и Романа не верят, что мужчины могли осознанно пойти на такой экстремальный переход. «Мы, конечно, не знали, что они собираются переходить реку. Не было такой традиции у них. Если это и произошло, то это точно случайность. Дима не любит экстрим, это на него не похоже», — сказал отец мужчин. По другой версии, молодые люди вышли танцевать на лед, но он не выдержал такой нагрузки. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить полиции. Группа «Крем-сода» была создана в 2007 году Дмитрием Свергуновым и Ильей Гадаевым. Название для коллектива они придумали только в 2012 году. На счету коллектива четыре студийных альбома. «Крем-сода» получила известность благодаря хитам «Никаких больше вечеринок», «Плачу на техно», «Розовый фламинго», «Хэдшот» и другим. Субтитры создавал DimaTorzok